Здравствуйте! Сегодня наше занятие посвящено трехфазным асинхронным электродвигателям. Это очень важная тема и очень интересная тема. Для того, чтобы выяснить его устройство, его характеристики, применение и заодно узнать, почему же его так назвали, давайте сначала просто вспомним, что такое двигатель. Кто скажет? Двигатель — это устройство, которое... Декратки не достанем. Устройство, которое преобразует... Электрическую и механическую. Правильно, вы все знаете. Электрическую и механическую. А устройство, которое, наоборот, преобразует механическую и электрическую, называется генератором. Так вот, двигатели и генераторы вместе называют электрическими машинами. И мы с вами знаем, что машины бывают постоянные, но только перемены. Потому что мы только что изучили машину постоянного тока. И говорили о том, что область применения машин постоянного тока не очень широкая. Ограничены в силу сложности их устройства, дороговизны, неудобства эксплуатации и так далее. А вот сейчас мы приступаем к машинам переменной тока. И самый яркий представитель этих машин — это трехфазный асинхронный электрический. Запишем тему. Снимаем на презентацию. Трехфазный асинхронный электрический. Трехфазный асинхронный электрический. Перепишем название тенгра. Ну и напишем, что это наиболее распространенный, наиболее часто используемый. Вот на картинке. Один из таких двигателей изображен. Значит, это наиболее часто используемый двигатель. Ну почему наиболее часто? Понятно, что обычно это связано с чехолом. С относительной дешевизмом, простотой конструкции и эксплуатацией. Значит, давайте напишем, что асинхронные двигатели простые, надежные, дешевые. Простые, надежные, дешевые. Просто пускаются в пол. Выносят большие перегрузки. Дальше можно не писать, поэтому они нашли широкое применение, мы об этом уже писали. Так, асинхронные двигатели простые, надежные, дешевые. Просто пускаются в ход, выносят большие перегрузки и не требуют большого. Ну, где же применяются асинхронные двигатели? Давайте начнем с того, что нам ближе. У нас колледж строительной индустрии, да, и будущие строители. Где настройки, как вы думаете, их используют? Лепетка. Лепетка, правильно. Дальше. Кран. Кранную стажерку, совершенно верно. Бетономешалка тоже имеет такой двигатель, да? Если мы возьмем жилой дом, то в жилом доме на таком двигателе работает лифт, правильно. Ну, насосы работают на таких двигателях. Бытовая техника работает не на трехвазных, но тоже на асинхронных двигателях. Это и стиральные машины, и холодильник, и прочее. Давайте мы с вами сейчас посмотрим. Так, ну тут написано, где они работают. Так, посмотрим металлообрабатывающий станок, в котором используют асинхронные двигатели. Деревообрабатывающий станок. Бытовой электрической техники. Мы видим, как он старух, мы строим машины. Так, а теперь вот посмотрим фрагмент фильма, где Анищенко Георгий Борисович, доктор технических наук и действительно член Академии технических наук, расскажет о применении вот этих вот асинхронных двигателей. Деревообрабатывающий станок. Грузоподъемных машин и других производственных механизмов. Можно сказать, что асинхронные двигатели являются основным средством преобразования электрической энергии в механическую. Наиболее... Вау... Познакомились с этим. Теперь давайте выясним сам детство, за что же так асинхронные двигатели стали широко применять, да? И, собственно говоря, когда они впервые появились, кто был изобретателем. Ну, здесь мы имеем возможность вам гордиться, потому что патент был выдан в 1889 году русскому ученому, который родом из Петербурга, Михаил Осипович Далиеву Добровольцеву. Значит, давайте посмотрим. Значит, ну, в 1888 году здесь написано Никола Тесла. Никола Тесла по происхождению был серб-хорват, но жил он в Австрии, жил он во Франции и, в конце концов, поселился в Соединенных Штатах Америки. Вот он получил патент на изобретение натохазных электрических машин. А вот в 1889 году приходилось в ученые в Добровольске, получил патент на трехвазный асинхронный двигатель с карангазанским ротомом, которым он был изучен. Ну, давайте посмотрим, как он выглядел. Значит, он разился в 1862 году в Петербурге, потом переехал со меня в Ригу, затем он переехал в Германию. И, в принципе, он продемонстрировал свое изобретение. Трехфазный генератор, трехфазная линия электропередача, трехфазные двигатели. Все это продемонстрировал в Германии. Но подросток он никогда не менял, хотя преподавал в немецких университетах. Поэтому мы полное право не им считать его русским учебным. Так, ну, теперь давайте рассмотрим устройство асинхронного двигателя. Вот у нас есть макет. Ну, спорим. Машина постоянного тока. Сколько основных частей? Сколько штук? Машина постоянного тока. Вот она. Вот здесь вот. Сколько основных частей? Четыре. Четыре, да? И мы говорили, что она сложна, а это заслужено. Тогда давайте посмотрим на трехфазные синхронные двигатели. Сколько здесь основных частей? Ну, какой-то не сколько. Четыре. Раз. Две. Две. Две основные части. Значит, одна часть неподвижная, статическая, поэтому называется так же, как машина постоянная, только статор. Статор статический, неподвижный. Ну, вторая, вращающаяся, называется руль. Да? Так. Ну, давайте запишем с вами. Устройство асинхронного двигателя. Так. Посмотрим. Статор. Ротор. Ну, естественно, не из рисунка пишет просто. Устройство асинхронного двигателя имеет две основные части. Статор или ротор. Статор и ротор. Вот смотрим на макет. Статор. Статическая, неподвижная часть. Что мы видим? Как всегда сердечник, и как всегда он набран из листов электротехнической стали. Почему из листов? Почему из листов? Почему из целого пуска? Чтобы не было вихревых токов. Правильно. Чтобы уменьшить вихревые токи. А почему из стали? Почему не из алюминиевых, чтобы полегче было перемещать его в пространство? Из-за чеколных проводных? Нет. Мы говорили. Из-за каких свойств? Чем железо отличается от алюминия? Из-за магнитных свойств. Стеромагнитных. Поэтому, значит, сердечник выполняет из листов электротехнической стали. В пазы сердечника уложена обмотка. Трехвазная. Поскольку мы изучаем трехвазную. Ну а мы с вами знаем, что в трехвазных цепях все обязательно должно соединяться. И существует всего два способа. Они называются... Ну, два способа в трехвазных цепях соединения. Треугольник и звезда. Совершенно верно. Звезда и треугольник. Так вот, на заводе-изготовителе никакого соединения не выполняет. А дает такую возможность нам, что мы хотим соединить в звезду, хотим соединить в треугольник. Для того, чтобы это сделать, мы должны иметь вывод от обмоток. У каждой обмотки, трехвазная обмотка, у каждой есть начало и конец. Поэтому, всего у нас шесть выводов. И они выведены на щиток асинхронного двигателя. Видите, вот это щиток. Щиток асинхронного двигателя. На щитке, с помощью вот таких вот перемычек, мы можем перемкнуть к лему таким образом, чтобы получилось либо соединение звезда, либо соединение трех. Значит, запишем с вами. Статор имеет сердечник и трехвазную обмотку. Статор имеет сердечник и трехвазную обмотку. Начало и концы обмоток выведены на щиток асинхронного двигателя. Начало и концы обмоток выведены на щиток асинхронного двигателя. Теперь посмотрим на картинку мы накидываем. Вот это у нас статур, неподвижная часть. Вот у нас сердечник набранный, здесь полсталь, вот обмоток. А вот щиток, вот видите, здесь шесть клемм, и теремочки уже здесь поставлены. Что это означает? Это соединение мы с вами вместе, да? Ну давайте посмотрим дальше. Итак, вот, внимательно мы смотрим еще разок статок. Значит, первое это у нас станина. Станина может быть не фэромагнина, она может быть алюминиевой, чугунной. Дальше у нас цифра 2, это у нас обмотка. Цифра 3, это у нас сердечник. Ну и наконец мы видим щиток асинхронного двигателя. Так, теперь нарисуйте, пожалуйста, два раза щиток асинхронного двигателя. Мы выяснили, что на щитке сколько клемм? Шесть. Два раза рисуем, почему два раза? Потому что один раз мы покажем, как нужно соединить клемм, чтобы получилось соединение звука, а другой раз покажем, как нужно соединить клемм, чтобы получилось соединение звука. Так, рисуем два раза щиток. Шесть клемм. Так, теперь смотрите, как нужно подписать правильно, ребята. На минутку на доску смотрим. Смотрите, мы с вами привыкли, что в трехфазных цепях вообще обмотки обозначают. Тремя начальными буквами латинского алфавита начало обмоток. А, В, С, И, В, И, С, А. А концы фаз тревят последние. Х, В, З, Х, В, З. Ну вот в трехфазных двигателях от этого отошли. Посмотрите, как обозначают. С1, С2, С3. Понятно, логично. Теперь смотрите. С4 затесалось в середину, С5, а здесь С6. Логика, ну именно, нумерация вроде как нарушилась. Почему? Вы поймете, все сделано для того, чтобы получилось легко запоминающаяся сельность. Значит, рисуем щиток и подписываем правильно. Хлебо-щитка. С1, С2, С3. Слева, направо, направо. А вот нумерацию С4, С5, С6 начинаем с серединки. С4, С5, С6. Эти трехфазные асимпромные двигатели вы можете увидеть вот здесь они стоят. И вот здесь клеммы, и они подписаны вот точно так же. Да? Точно так же все промаркированы. Точно так же. Так. Спасибо. Так, нарисовали? Ну, теперь вспоминаем. Значит, итак, вот здесь обмотки у меня нарисованы. Внизу С1, С2, 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 С3, С2. И здесь все логично. С4, конец первой фазной обмотки, С5, конец второй, С6, конец третьей. При соединении звезда, как мы обмотки должны соединять? У нас звезда какая? Трехручивая звезда. Как мы их соединяем? Все концы фаз в одну точку, а концы фаз в один подписан. Значит, С4, С5, С6 нужно соединить вместе. Значит, вот сейчас будет здесь соединиться. И теперь нужно поставить перемычку на щитке. Ну, вы видите, я вам показываю перемычки. Вот так. Рисуем. Значит, когда мы так соединяем, то его соединяем. Нужно еще подсоединиться к трехфазной сети. Вот дальше три проводочка. Здесь будет подписано трехфазной сети. Рисуем. И так мы показываем, как нужно поставить перемычки на щитке, чтобы получилось соединение звезда. Рисуем. 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 Ну а соединяем треугольник вспоминаем, какое соединяем за соблений треугольника. Рисуем. Потом дальше, конец второй с началом третий, и конец третий с началом третий, да, давайте так теперь сделаем. Значит, С4, С2, вот у меня треточка ставит, да, С4, С2. Дальше, С5, С3 поставим, ну и последний. Ну дальше, естественно, провода, которые будут подсоединять наш двигатель трехпазных сил. Рисуем, соединяем трехпазных сил. Ну теперь вы, наверное, поняли, зачем С4 находится в середине, да, если бы мы по порядку промаркировали слева направо, С4, С5, С6, но у нас получилось бы, что две перемычки налево, одна направо. Это уже плохо запоминающиеся соединения, потому что больше вспоминают две налево, а уже две направо, а тут все ясно. Все вертикально, да. Человек, который подсоединяет, знает, что нужно соединить так. Так, перед началом работы двигателя нужно поставить обязательные перемычки и с помощью трех линейных проводов подсоединить двигатель в сеть. подсоединить двигатель в сеть. Так, это еще разок у меня нарисую, с перемычками все, просто еще разок иллюстрируется. Это соединение сниз, да, это соединение. Так, у кого назначили статор, значит пишем, статор создает магнитное поле. Точку ставим, напишем, какое мы сейчас узнаем и напишем, Итак, статор создает магнитное поле. Посмотрим опыт, два опыта посмотрим, а один проведемся. здесь идет без звука, просто смотрим. Значит, человек взял бритву обыкновенной лезвия, на какой-то стерженек, на ручку, например, на карандаш, и вы видите, что происходит с бритвой. Видите? Как вы думаете, какое же это магнитное поле так? Вихрь. Ну, оно называется выращающийся. Еще один кусочек, посмотрите. Трехфазного асинхронного двигателя, три обмотки, расположенные под углом 120 градусов. Сдвиг фаз переменных токов в этих обмотках на три периода также создают вращение суммарного вектора магнитной индукции. Продемонстрируем это на лабораторном эксперименте. Переменное магнитное поле возбуждает в сторонном шарике вихревые токи. Взаимодействие магнитного поля этих токов с магнитным полем статора приводит шарик в движение по окружности статора. Сейчас, как вылетит. Так, бывает. В принципе, так. Итак, значит, вы пишите. Значит, статор создает магнитное поле, пишите. Это магнитное поле вращается. Это магнитное поле вращается. На экране, конечно, хорошо смотреть, но когда это непосредственно у себя на глаза, или перед твоими глазами, то это будет еще более убедительно. Значит, посмотрите, пожалуйста. Вот здесь у меня стоит рука на асинхронной двери. Вот здесь щиток. Но кто близко сидит, может посмотреть и решить, как обмотки светильные здесь звездой или треугольник. Девочки. Ну? Звездой. Здесь светильный обмоток. Так, ну, я его, естественно, поставила не так, как надо. Видите, вот так. Перевернула на 90 градусов. На асинхронном двигателе на нитке подвешена обычная канцелярская скрепка. Ну, скрепка, она же металлическая. Поэтому, значит, когда потечет ток, у нас будет создаваться магнитное поле. Это магнитное поле навезет вихревые токи в скрепке. Дальше это магнитное поле будет на скрепку с токами действия. Если бы магнитное поле не перемещалось в пространстве, то скрепка бы просто отклонилась под действием силы. Помните, правило, левая рука электромагнитная сил. И так было, и держалась. А если магнитное поле меняет свое направление, то, по идее, сила, действующая на скрепку, меняет свое направление, скрепка. Что бы я делала? Посмотрим. Так, я подала там напряжение. Так, вот здесь, обхожу и смотрю. Чудеса. Фокусы. Да. Так, значит, тогда замечаем, в какую сторону вращается левая рука? По часовой стороне. По часовой стороне. Так, ну, а мы с вами говорили, что двигатель используется в лифте, в лифтовой установке. В кабине лифта скорость не регулируется в основном. Что там должно меняться? Знаете, кабина движется вверх, кабина движется вниз. Плата. Меняется направление вращения двигателя. То есть, осуществляется, как говорят, реверс. Осуществляется это просто. Значит, смотрите, что у нас было по часовой стороне. Для этого нужно просто поменять два питающих провода, листать два любых провода. Так, ну, теперь мы видим, что скрепко вращается. Противо часовой стрелки, да? Все так. Так, ну, а мы посмотрели. Хватит. Теперь дальше. Значит, мы написали с вами, что магнитное поле вращается, да? С какой скоростью оно вращается? Сейчас мы это все умеем. Так, перед этим я хотела еще немножко теории. Вы это не пишите, не зарисовывайте. Просто посмотрим теоретическое обоснование. Мы на практике посмотрели, да, вращается. Как это объяснить с точки зрения теории? Смотрите, пожалуйста, у нас трехфазная облотка. Обмотки все принято окрашивать такие цвета. Первая фазная облотка, или А, жёлтая. Вторая, зелёная, Б. Третья, цвет красный. И вот точно такие же цвета покрашены токи, которые протекают у обмотки, да? Значит, первая фазная облотка имеет ток и А, видите, жёлтого цвета. Вторая фаза, Б, зелёного, и третья красного, С. Значит, давайте с вами рассмотрим момент времени Т1, ну и в любом моменте. Значит, посмотрим. Ток фази А чему равен здесь? Ну. А ток фази В, А3, С. Правильно? А ток фази С, П, А, Р, Ж, С. Так, вот теперь здесь описовано три обмотки. Вот три фазные обмотки, да? Они смещены по отношению другого наступка от страны. Смотрите, как они размещены у нас. Так, значит, здесь обозначено привычным образом начало фазной обмотки А, конец первой фазной обмотки Х, начало второй фазной обмотки В, конец И, начало третьей, С, С. Теперь помечаем направление Т1. Значит, мы только что сказали, что ток фази А равен третьему здесь кружочкам, ничего нет. Никакого такого значения. Ни точки, ни крестик, да? Теперь дальше. Фази В. Фази В ток отрицательный. Ток отрицательный. Будем считать, что это значит, он не уходит из начала, а наоборот, как бы уходит. Значит, в точке В у нас стоит точка, а в конце крестик. А вот в фазе С положительный ток. Здесь все нормально. Здесь как бы уходит. Из начала фазной обмотки от генератора тока холодит, крестик холодит. Здесь начало фазной обмотки. Здесь, это ли? Так, С, да? А здесь точка. Так, проставили, теперь начинаем смотреть. Смотрите, здесь два крестика. Вспоминаем правила дуравчика. Если ток направлен от нас, то дуравчик мы должны вкручивать, ну так, чтобы он двигался от нас. То бежишь, как вкрутить, нужно правый вес или дуравчик. По часовой стрелке, да? Вот здесь нарисовано по часам. А здесь, посмотрите, две точечки, да? Значит, то есть дуравчик должен двигаться на нас. Точек. Мы видим острее стрелки, точек. Значит, против часовой. Здесь вот нарисованы силовые линии. И если их сложить, то получится вот как раз синенькая стрелка показывает результирующий вектор магнитного поля. Кондукция магнитного поля. Это момент D1 и D2. Теперь давайте момент D2 последующий. Смотрите, D2. Смотрим. Здесь ток фазы С равен чему? Красивый. Смотрим. Вот, посмотрите. В фазе С видите, в кружках ничего нет. Ни точки нет, ни есть. Кто нет? Смотрим. В этот момент в фазе А то положительный. Положительный. Значит, в начале нужно ставить крестик. Здесь точку. Ну, а в фазе С у нас то, как был при Т1 отрицательный, так и в фазе В у нас отрицательный остался. А в фазе С у нас 0, а в фазе А положительный. Вот мы так с вами. В фазе В все осталось, как было. Он был отрицательный, так и остался отрицательный. Мы что-нибудь не знаем. А вот в фазе А теперь у нас ток есть, мы там антилировали. Ну, а в фазе С у нас. Если мы сложим, опять же, смотрите, вот два крестика. Начинаем вращать буравчук, чтобы он двигался от нас. Получается, сила валения по часам воздевает. Один-две точечки. Значит, буравчик должен двигаться на от нас, против часа. Если мы сложим эти силовые линии, получим результирующую магнитного поля направленную сюда. Сравним. Магнитное поле было направлено строго вертикально вверх, а теперь поздно. Ну и так далее. Можно рассматривать моменты, и вы увидите, видите, еще повернулось. То есть вектор магнитного поля все время был врач. Статор создает магнитное поле. Мы записали с вами. Теперь пишем форму. n1 равно f умножить на 60, делить на 5. Где n1? Это скорость вращения магнитного поля. n1 – скорость вращения магнитного поля. В сколько их пишем единицы измерения? Обороты в минуту. Ну, f, как вы думаете? Ну, f, как вы думаете, мы говорим, что вы вначале оручное? Чистота тока. f – частота тока. Измерение – дни. Вспоминаю с вами, что чистота – это число колебаний за одну секунду. Значит, почему мы в числителе умножаем на 60? У нас же обороты в минуту. f показывает число колебаний за секунду. Когда мы умножаем на 60, то мы узнаем число колебаний за одну минуту. f – число паркулесов. Что такое число паркулесов? Посмотрим внимательно опять на макет. Значит, у нас трехпазная обморка. Одна обморка окрашивается обморком в желтый, другая в зеленый, третья в красный. Посмотрим внимательно, сколько у нас есть желтых обморок? Сколько? Четыре. Раз, два, три, четыре. Сколько зеленых? Тоже четыре. Вот здесь число паркулесов равно четыре. То есть, на сколько секций развелили каждую фазную обморку? Вот здесь вот на четыре. Значит, вы подпишите число паркулесов – это число секций каждой фазной обморки. Число секций каждой фазной обморки. Число секций каждой фазной обморки. Так, ну теперь давайте выясним, какой вообще может быть скорость вращения в нашей сети. Частота тока у нас в куплинице. Пятьдесят. 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 Подставляем. Значит, если В равно единице, подставляем пятьдесят, шестьдесят на один день, получаем три тысячи оборотов в минуту. Как вы думаете, это большая скорость в минуту? Нет, нет. На самом деле, это не очень большая скорость. Для ручного инструмента, например, недостаточно. Тогда поступает как? Можно менять частоту. Питая двигатель от преобразователя частоты, обычно он увеличивает частоту в четыре раза, до двухсот герц. Но если мне три тысячи, нужно четыре, будет уже двенадцать тысяч оборотов, то это уже хорошая приличность. Так, ну если П, число партнерсов, равно двух, получим полный, тысяча оборотов, то если двух, тысяча, то если четыре, то семьсот пятьдесят. Значит, в нашем макете у нас скорость вращения магнитного поля сколько? Семьсот пятьдесят. Семьсот пятьдесят оборотов. Справедливо. Так, ну и напишем, мы с вами не записали, мы посмотрели на опыту, напишем. Для реверса, то есть изменения направления вращения магнитного поля, следует поменять местами два регинарного поля. Для реверса, то есть изменения направления вращения, следует поменять местами два регинарного поля. Так, ну теперь давайте по главному пророку. Посмотрим сначала макет. Рот вращается, ротор вращающийся. Что мы видим? Мы видим опять сердечник. И как всегда он набран из листов электротехнический станок. В пазы сердечника уложены здесь латунные стержни. И они с этой стороны замкнуты кольцом. И с этой. Вот такой вот ротор называется короткозамк. И бывает еще другого типа ротора, который называется бастер. Пишем пока. Ротор вращающийся части. Ротор вращающийся части. Не будем писать, что сердечник набирает из листов. Мы про это много раз писали. Пишем второе предложение. Обмотка ротора бывает двух видов. Ротор вращающийся части. Обмотка ротора бывает двух видов. Короткозапнутая и пазда. Короткозапнутая и пазда. Последнее предложение опять же не пишем. Пишем, что двигатель соответственно называет с короткозапнутым ротором и пазда. Итак, обмотка ротора бывает двух видов, короткозапнутая и пазда. Посмотрим еще разочек на доску. Мы видели на макете ротор короткозапнутая. Теперь смотрим на картинке. Вот короткозапнутый ротор. Его называют еще бельщик лет, крибельщик колесо. В те времена, когда изобретали двигатель, когда, очевидно, на базарах, на ярмарной сделке, перебирали лаку или в таком колесоцине, это и название. Значит, как реальный изготовитель? Реально очень просто. Набирает сердечник, у него есть пазл сердечника. И туда заливает жидкие алюмины. Все, ажмотка готова. Тоже формирует лопатки для охлаждения двигателя. То есть он получается очень простой и дешевый. Значит, запишем с вами, что короткозаплодая обмотка представляет собой цилиндрическую клетку. Ну а в кавычках напишем бельщик лесу. Короткозаплодая обмотка представляет из себя из себя цилиндрическую клетку в кавычках бельщик лесу. Самые простые, дешевые и надежные из всех электрических машин это асинхронные двигатели с короткозамкнутыми роторами. Обмотки короткозамкнутых роторов электродвигателей малой и средней мощности выполняют заливкой пазов алюминием. Одновременно отливаются стержни обмотки, замыкающие кольца и вентиляционные лопатки. Роторы двигателей большой мощности выполняются обмоткой из медных стержней, которые вставляются в пазы, а с торцов ротора соединяются короткозамыкающими кольцами. Так, ну теперь посмотрим внимательно на таблицу асинхронных двигателей. Мы по этой таблице будем упомянуть инженеральные домашние задания. Значит, ну здесь написано Марка, потом мы познакомимся с расшифровкой, что означает там цифры буквы, сто, с и так далее. Сейчас нас интересует вот этот последний самый столбик. Что здесь написано? Смотрите, в числителе написано и с индексом В. Это значит топ при пуске 2. Пусковой топ. А в знаменателе написано номинальный топ, то есть рабочий топ, на что рассчитана примена. Ну и что мы с вами видим? Что топ при пуске в 7,5 раз, в 6,5 раз, ну минимум 5,5 в этой таблице, больше, чем обычный рабочий топ. Значит, что происходит? Представьте себе. Значит, вот вы входите в кабину лифта, нажимаете кнопку. То есть вы пускаете асинхронный двигатель. Итог при этом там в 7,5 раз больше. Он при этом будет больше не только в облаке двигателя, но во всех подмоняющих проводах. Значит, в этот момент потери напряжения все-таки резко увеличиваются. И ваши лампочки дома начинают мигать, реагируют на падение напряжения. Потому что если световой поток, если напряжение падает на 5%, то световой поток на целых 30% падает. И мы это очень сильно замечаем. Поэтому рекомендуют в жилых домах к одному питающему кабелю подключать квартиры и внутри домовое освещение. Там лестницы, чердаки, подвал. А к другому кабелю подключают уже лифт и алгоритное освещение, чтобы разделить их. Современные, правда, лифтовые установки используют частотные преобразователи, где можно пусковой ток уменьшать. Тогда можно их подсоединить к одному кабелю. Итак, мы видим, какой недостаток посыпают лифт. Большой пусковой. Так, пишем достоинство. Сначала начнем достоинство. Достоинство двигателя с короткозапнутым. Достоинство. Ну какие? Мы только что видим. Как их произвели? Просто набрали сердечник, залили жидкий алюминий и двигатель готов. Значит пишем. Просто по конструкции, дешево. не имеет подвижных контактов. Надежно. Что это значит? Мы с вами изучали машины постоянного тока. Вы помните, что здесь в щеткой держателях находятся щетки. Щетки из угля, графита. И они естественно мы с вами смотрим щетки. Они со временем стираются. Ну и вообще такой подвижный контакт он менее надежный, чем другие. Поэтому это большой плюс, что здесь нет подвижных таких контактов. Так, ну просто в управлении. Теперь недостатки. Только что мы посмотрели по таблице. Он имеет большой пусковой пункт. Ну и второй недостаток не позволяет регулировать скорость вращения. Мы говорили, что можно переключать число по полюсу. Например, с одной пары на две. Но тогда скорость вращения с 3000 оборотов в минуту упадет до полутора. То есть, резко, скачком. плавно регулировать скорость вращения здесь не получится. Итак, недостатки. Это имеет большой пусковой топ, не позволяет регулировать скорость вращения. Теперь давайте с вами посмотрим на картиночку двигатель с фазным ротором. Что мы видим? Ну, первое здесь нам понятно это станина, обмотка статора цифра из мотора. Дальше, третье это уже ротор. Ротор это фазный. У него трехфазная обмотка точно такая же как у статора. Дальше. Соединена она в звезду. При звезде мы с вами уже обсуждали это концы фаз в одну тучку, а к началу подсоединяют вот эти контактные кольца. Цифра 4 обозначена. Ну, а дальше нужно соединить вращающуюся часть с неподвижной. Так же, как машина постоянно током, при этом использует щетки. Вот это щетки. Пока щеток тут практически не видно, щетка-держатель. Они должны обеспечить хорошее прилегание и в то же время не тормозить наш ротер. Мы видим, что конструкция уже гораздо усложнится. Правильно? Пишем с вами. У фазного ротора обмотка трехфазная. У фазного ротора обмотка трехфазная. У фазного ротора обмотка трехфазная, соединенная в звезду. Начало каждой фазы соединяет с контактами кольца. Начало каждой фазы соединяет с контактами кольцами. Я покороче продиктую по которым скользят щетки. Начало каждой фазы соединяет с контактами кольцами, по которым скользят щетки. По которым скользят щетки. к щеткам присоединяем трехфазный пусковой рясток. К щеткам присоединяем трехфазный пусковой рясток. Для чего нужен рясток в момент пуска мы говорили топ большой. Если мы ведем дополнительное сопротивление рясток, то топ что сделает? Он меньше. Значит, мы сможем здесь уменьшать пусковой топ. Давайте посмотрим разное фигу. Обмотка фазного ротора изолированная. начало фаз выводит к трем контактным кольцам, насаженным на вал двигателя. с помощью прилегающих к кольцам щеток обмотку ротора для увеличения пускового момента и снижения тока соединяют с пусковым рястоком. При достижении номинального режима пусковой рясток выводит. При этом щетки замыкаются накоротко. напишем с вами достоинства двигателя складного ряда. Как вы думаете? Первый какой? Раз есть пусковый ряда, значит что? Можно менять. Уменьшать пусковой ток. Позволяет уменьшать пусковой ток. Позволяет уменьшать пусковой ряда. Дальше. Он, оказывается, имеет большой пусковой момент, что очень важно. Например, в строительных работах на кране большой пусковой момент и там используют именно двигатель складного имени. Имеет большой пусковой момент. И, оказывается, с помощью этого же рястота позволяет в узком диапазоне регулировать скорость вращения. Значит, двигатель с краткозаптуром скорость не регулировав, а здесь в узком диапазоне позволяет регулировать скорость вращения. с достоинством разобрались. Теперь давайте мыясним недостатки. Ну, недостатки тоже видны. Как бы конструкция более сложная и дорогая. Конструкция более сложная и дорогая. достоинством Дальше. Тут появились щетки. Мы говорили на синхронном двигателе с краткозаптуром, что там нет подвижных контактов. Это замечательно. Нет изнашивающихся щеток. А здесь щетки есть. Это уже недостатка. Наличие щеток. Ну, и третье. Кто-то же должен реостатом этим управлять. Мы только что видел в фильме мужчина управлял пусковой реостатом. Значит, либо нужно автоматику придумывать для управления, либо нужно оператор. Необходимость оператора или автоматики для управления. значит, необходимость оператора или автоматики для управления. Значит, мы познакомились с устройством. Теперь давайте выясним принципы работы. пишем принципы работы. Принципы работы. Давайте попробуем посмотреть, как здесь на магнитной доске. Значит, мы с вами, когда разбирали машинку стойного тока, все время рисовали упрощенный мотив. полеса магнита, который создает магнитное поле, вот как у нас статор, ну и вращающаяся часть. Вот наш рот. У нас есть ротор и у нас есть статор. но статор какое магнитное поле стоит? Смотрись на скрипку. Что она делала? Магнитное поле вращается. вот это магнитное поле должно, чтобы имитировать модель нашего синхронной лекции, должно вращаться. Правильно? Значит, ну, а когда вращается магнитное поле, то силовые магнитные линии будут пересекать обводку ротора. и значит будут возникать электродвижущая села и протекатель. Давайте вспомним с вами. Как найти направление ДС, возникающее в проводнике, когда он пересекает и не могил. Кто будет? Правильно. 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 Давайте вспомним правиль. Правильно. Силовые линии хода ладони. А дальше что делать? Большой палец правильный. Большой палец по направлению перемещения. Но дело в том, что у нас перемещается магнитное поле. И чтобы применять правила правой руки, мы на секундочку представим, что вращается рама. Хотя она на самом деле неподвижна к нашей руке. Как вы думаете, в какую сторону ее нужно вращать, чтобы применить правила правой руки, чтобы пересечение силовых линий происходило точно в таком же порядке. Сейчас, если она начнет вращаться, то вот эта силовая линия первая будет пересекать. В какую сторону нужно вращать нам вот эту рамочку, чтобы было пересечение в том же порядке? Тоже вправо или влево? Как имитирует, например, на сцене театра движение поиска? Пейзаж нужно прораскивать и в каком направлении? Естественно, обратно. И на, значит, так мы будем вращать. У нас будет вращаться магнитное поле, и вот эта силовая линия первая пойдет. А теперь, чтобы просто применить правила правой руки, представим, что десна сникнет из-за того, что вращается в нашу ровную рамку, и она будет должна вращаться вот в этом направлении. То есть, смотрите, правила правила. Силовая линия подвода, дальше большой пальцы вставка, и проведем перемещение. Вот так, эта сторона рамки. На 4 вытянута покажут, что? ЭДС направлен, как на нас. Что ставим? Точка или крестик? На нас. Точку ставим. Конечно, мы видим острее следочки. Значит, здесь будет точечка, да? а здесь в обратном направлении идет, да, значит, силовая линия в ладонь, и нам нужно узнать, значит, здесь клести. Таким образом. Теперь дальше вспоминаем. Так вот, ток течет по проводникам, которые в разрезе. Один ток уходит на нас, это горизонтально, перекладина. А это ток, еще так. От нас, это другая, это горизонтальная, перекладина. наши обморки. Теперь вспоминаем, что на все проводники истоку, магнитное поле действует электромагнитная сила или сила ампера. А это правило какое? Пока рука отасталась. Правило уже задействует. Левый. Значит, силовые линии входят в ладонь. Да? Дальше что делаем? Ну, правило левой руки. Силовые линии входят в ладонь. Мы вошли дальше. Четыре пальца по направлению тока. Это ток на нас. Я разворачиваю. На нас. Палец показывает, что села действует. Куда на рамочку? Вот сюда. Ну, а это вот сюда. Другими словами, вот этот будет вращаться по часовой стрелке, как и магнитное поле. Вы же сказали, начали с того, что магнитное поле, мы вращаем в эту сторону. Ну, для того, чтобы определить направление ДС, пришлось на секундочку представить, что при сечении славы линии обеспечено движение в рамке, в итоге мы пришли. Потому что, если магнитное поле вращается со скоростью на один, написал этот поле, то ротер будет вращаться в ту же сторону. С какой скорости, не знаю. Мы на всякий случай давайте пометим на тракте. Так, значит, мы с вами рисуем картинку. картинку, рамку, картинку, рамку, картинку, рамку и и коротко запишем. Это еще очень подробно. мы покороче все запишем. Нарисовываем? Тогда запишем. При вращении магнитного поля со скоростью на один, то есть, когда магнитное поле вращается, оно вращается само по себе, без нашего усилия, просто мы в макете стали полюсомагнитно вращать, чтобы осуществить модель двигателя. А так он запишет. При вращении магнитного поля со скоростью на один, в обмотке ротора возникает ЭДС, течет ток. В обмотке ротора возникает ЭДС, течет ток. Возникает ЭДС, течет ток. На обмотку с током действует электромагнитная сила. на обмотку с током действует электромагнитная сила. ротер приходит по вращению. На обмотку стока действует электромагнитная сила. Ротер приходит по вращению со скоростью Н2, на всякие случаи поменьше. ротер приходит по вращению со скоростью Н1. на всякие случаи с током со скоростью Н1. В обмотке ротер возникает ТДС, течет ток. На обмотку с током действует электромагнитная сила. И ротер приходит в вращение со скоростью Н2. Н2 равно и на Н1. Ну, давайте предположим, что эти скорости равны. Давайте посмотрим на этот макет. Если они с одинаковой скоростью будут вращаться, сейчас я начну с одинаковой скоростью вращать, то тогда что можно сказать про их взаимное расположение? Делается или нет? Нет. А раз оно не меняется, значит ЭДС не возникает. Нет ЭДС, нет тока, нет электромагнитных сил. Все, вращающий магнит исчез. Ротер начинает тормозиться. Как током начал тормозиться, значит он уже вращается вниз той скоростью, что магнитное поле. Значит оно уже пересекает, возникает ЭДС, течет ток, опять вращающий магнит исчез. Опять ротор начинает догонять магнитное поле. Но как только приближается, все тут же исчезает. Поэтому во время работы двигателя Ротер все время пытается догнать магнитное поле статора, но его этим не получается. И Н2 всегда будет меньше Н1. А сюда двигатель как назван? А-синтрум. Что это дословно значит? Невсинтрум. Вот мы напишем Славу. Славу предположим Н2 равно Н1 предположим тогда магнитное поле не меняется относительно ротора. Тогда магнитное поле не меняется относительно ротора. Не возникает ЭТС. Нет полка. электромагнитных сил. Ротор тормозится. И пишем Н2 меньше Н1. Не возникает ЭТС. Нет тока. Нет электромагнитных сил. Ротор тормозится. Н2 меньше Н1. 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 Продолжение следует...